Вот я покажу с нюнкой стоячие волны. Тут теперь пока любая чистота не настроена, ничего она такая нюнка. Вот эта отвертка видимо и она очень хорошо уберет. Вот эта отвертка, например, не ловит. Ловит ног не очень. У нас ног такой. Теперь буду повышать чистоту и потом немножко повысим. Видно, не основной резонанс. Возьму этот прибор. Он очень хороший, конденсатор очень точно мерит даже пикофарады. Частоту издалека показывает. 2,2 МГц. Единственный недостаток, что ток они мерят и если сигнал не чистый, то он не хорошо мерит скваженность и чистоту низкую. А так превосходит по измерению конденсаторов очень сильно вот этот. Вот этот конденсатор и каждый раз на этот рел-дел-то нажимать, чтобы сбросить все значения, а то тут не нужно никаких дел-то нажимать, все сразу настроено. Этого плюс, что он миллиамперы мерит и по постоянному и по переменному току. Хотя по переменному я никогда не мерил, я по постоянному току. Патух он такой точный, откалиброван тоже такой достаточно неплохой, но все функции, вот например диод, сразу на диод ставить. Тут нужно еще настроить, потом нажимать, чтобы на диод был. Как всегда, американские приборы у них такие, они все так сделают, по большому счету это глупо, как говорится, пафосно, чтобы такой элегантный был, такой маленький, но бестолковый. А тут все практично. Батарейки 2АА долго их держать будут. Я, например, тут алкалиния батарейки разряженная поставил, которые я их зарядил, хотя они как бы официально не заряжаемые, но не заряжают. Они на полную емкость, но заряжаются. Как бы целую волну резонанс получается. У меня тут матки начинают съезжать. Тут не хорошо. Тут нужно было изоляцией, нужно изолентой всегда фиксировать, а то они потом разъезжаются. Вот такой не нужно было жалеть изолентой. Вот она тут. Наверное, нужно будет отмотать, перемотать. Вверх вот эту часть. Я уже перематывала. Тут не было заизолировано, так она вся разъехалась. Когда катушка была надета, то она от нагрева видимо как-то. Теперь уже изолирую. Стараюсь как можно больше изолировать. Включаю. Вот пока потребляет мало совсем. Тут уж издалека тянет. Все эти экономичные. Посмотрим, как они берены. 20 ватт потребляет. 1 ампер 19. Где-то 1 ампер, где-то 20 ватт потребляет. Вот, конечно, на весь накал горят. И тут прямая трансформация как бы. Нет, еще не надо никаких преобразователей, в которых теряется энергия. Вот, чтобы показать эту всю красоту, выключу смену. Двину. Подожди. Он не садится. Готов-янside. Адже. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Продолжение следует... 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 Вот по этой причине я их и надел. Так электронные мне удобнее, конечно, и там более точно показывают. Наверное, меньше потребляют энергии. Что за показывает? Уже один киломегагерц было, два, я-то так быстро понизил. Что-то тут не то. Что же дальше, буду понижать. Нет, повыше, повыше один. Вот два. Так быстро двух на один перескакивает. Значит, что-то неправильно показывает. Вот 2.032, теперь правильно. Теперь от резонанса, видимо, ушло. Вот с резонанса. Вот даже нёмка нигде не горит. Что совсем уже в резонанс не попадает. Вот тут еле-еле. Два. Волосы резонанс не попадают. Тут вот зашипел волк питания. Может, всё без излучения пошло. Рардистр не стал холоднее. Что же дальше получается? Вниз. Посмотрим. Вот теперь хорошо. Три даже точки. Один, семь, девяносто восемь. Ну тут может на гармонике какой-то работает. Три. Три. Не могут быть ниже. Три. 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 Не могут быть ниже. Но я пускаю частоту ниже. 1,6 мб. Опять ничего нет, а тут что-то, посередине уже больше. Понижаю 1,4 мгц, ой, даже пробило, даже бьет током на расстоянии Вот этот конец, палец бьет, чувствуете, такой хороший резонанс, это сам подвизиал камеры. Вот тут пол волны, вот тут самая волна, и отсюда излучение идет сильное. Дым сразу подстушил, вот мой конец. Больно кусается, если долго подержать. Часы идут 1,3 мгц. Тут ничего нет на 1,3 мгц, посередине, по 2 мгц. Начинаю. Ну и где-то на 500 кГц очень сильный должен срезонанс. Основной. Тут ничего нет. 1,2 мгц. Как бы по всей там. 1,1 мгц. Только внизу. Вверху нет ничего. 1,2 мгц. Вот тут что-то может. Вот и 90, то 1,1 мгц показывает. Тут уже по мощнее 5 метров в двух листах. Как бы перемешано. 1,2 мгц. Опять 1,7 мгц. Видимо она гармоничная. Или что-то неправильное показано. Особо ничего нет. Это наверное 800 кГц. Камера выключилась. Пронажаю снимать. Немножко снизу экспозицию. Тут мы по всей дне. Чтоб темнее снимали. Лучше видно. Лампа горит. Тут камера снимает 11 кадров в секунду. 964 показывает. А тут уже что-то помощнее. Уже на всём этом горит. В таком расстоянии. Уже выключаться собирается. В таком расстоянии. В таком расстоянии. Стояния. В таком расстоянии. В таком расстоянии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 40 ватт, может меньше 40 ватт. КПД пока малый, я сама приближаю. Лампа горит на какую-то третью часть мощности. Мне удавалось где-то раньше сделать что-то. Вот когда заземлял минус, вот тут на минус, и идет вот тут на землю, на лампу. Тогда лампа стала гореть ярче, КПД повысился. Тогда был за это 30%, а теперь... Ну, теперь, ну, может, 50% максимум. Все равно мазки. Ну, получилось что-то тут, что я хотел. Работает на полуволновом резонансе это самое лучшее. А на четвертьволновом как-то... Ну, когда на основном резонансе как-то слабо. Хотя, по идее, должно быть сильнее, чем на полуволнов. Может, потому что витки тут как-то сбились. Я не знаю, в чем причина. Или индуктор, тут нужно больше витков подмотать. То есть, не больше, а толщепроводом, чтобы они перекрывали большую часть. А то получилось, что очень мало они перекрывают. Может, не эффективность. Генерация больше было перекрывать. Перекрывала в ранних опытех. А теперь, наверное, перемоталась не буду. Раньше мотал примерно вот таким проводом. Таким толстым. Чтобы он много витков перекрывал вторичные обмотки. Там много всяких жил. Нужно в одно соединить. У меня и сам компьютер включился, и камера выключается. Поэтому проблематично можно проводить эксперименты. Я думаю, качер может делать на 1,6 МГц. Слишком проблем мало пока. Нужно там, где ни компьютера нет, снимать. Вот антену я отцепил. От заземления второй конец. Потому что так намного хуже было. Или из-за того, что я частоту тут раз понизил. Ни из-за чего не знаю. Но, в общем, я теперь снова повысил ее. Употребление выросло. Но, значительно хуже. Тогда частота была 94 МГц. И был провод к минусу подключен. Может второй конец вентябре. Там еще на станцию залазил, может потому что там частично залазил на станцию. Вот как говорил так и сделал. Намотал этот провод, зачистил. Пока ничего не настраивал. Перерезенная частота, ток должен не вырастить. Повышенная часть. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Вот так. Прибор пока не моет. Не подцепил нижний конец. Подцепил нижний конец. И в разрезе лампу подключил. 29 ватт. Я могу теперь настроить частоту так, что она может даже перегореть. Лучше. Кручу мощнее. 115 ватт. Тоже и витонка появилась. Вот 100. То есть... 53 ватт. Галогенные. Какой-то запах. Их динамор. Так, транзистор где дальше нагревается. Тут ИРУ 60-40. Транзистор. По-моему hear the stem. Тянем фонарик, посмотрю, Aero F640M. Нужно охлаждать свой вентилятор. Так он умеет. Вот так ставил его, может меньше греться. Блок питания 65 ватт, а лампа 53. КПД, думаю, где-то 80% можно дотянуть. Так он умеет. 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 Аркангрид. Где-то как на 220 мм. Уже даже ярче. Утромление 4 ампера и где-то 19 секунд. 80 ватт попадает. Получается где-то 60%. Может там где-то погрешности. Что-то неправильно. Там потерян. После амперметра, после проводов. Может меньше чем 80-70 ватт. Выход может. Ну допустим 60. Вот так максимальный. Может он тут с перенакалом горит. Ну еще плюс излучение же идет. Вот трансформаторы тесты. Приближает и отдаляет от наводок. Какая норма. Он чисто так. 1,5 МГц. Какая классная. Вот хорошенько освещает эту лампу. Ого. Восстание. 7,5 МГц. Восстание. Восстание. Забыть. Восстание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Транзистор... Горячий... На транзисторе тепла сколько уходит... Может каких-то 40 Ватт... Шучу немножко... Может 20 Ватт... Нужно получше... Транзистор... Чтоб меньше потери были на нем... На низких частотах ниже потери... Но больше потерянное переключение... Вообще есть полевики, которые используются... В радиопередатчиках... Они там на 100 МГц... Даже на 170... На 175... Предназначено... Так вот... Если такие... Сколько там... Кажется... 60 Вольт... Где-то... И 8 Ампер... Вот если такой применить... Можно два таких даже запараллелить... Тогда потерянное переключение... Должно быть либо быть не минимальным... Только вот... Оно вообще-то да... Сама по тебе лампа... Вот от этого поставил... Это вот трансформаторы Тесла... Частота была... Эта камера сама приблизилась... Теперь уже заела... Частота 160-150 кГц... Теперь... Ацетей... С инконденсатором прибавлено... 825 кГц... Вот... 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 Теперь покажу... Как... 53 Ватт... Будет гореть... Она будет с перенакалом... Похоже гореть... Но потребление будет... Ну... Как показывает мой Ампермет... 5 Ампер... И где-то... 19 Вольт... Где-то... 100 Ватт... Хотя тут... 65 Ватт... Он... Больше его дает... То есть... Получается... КПД около 50-60%... Может на транзисторе много потерь происходит... На катушке... Первичной... Я тут поставил конденсатор... Там... 2 нанофарада кажется... 2,2 нанофарада... Параллельно... Первичной обмотке... Вот... Этой... Тогда... Ярче лампу горит... И больше потребления... Ну... Тут... Верхний конец... Подключен... К этой фольге... КПД... Получается... КПД... Это... 50-60%... Если тут... 53 Ватт... Лампа... На весь нокаут... Ну... Сказать... 50 Ватт... Тут нагрузка... Потребление... 100 Ватт... 5 Ампер... И... 19 Ватт... Ну... Учитывая... Что там... Могут быть... Лампы... Могут быть... Больше... Чем на весь нокаут... Там может... Что-то неправильно... Немножко показывает... И... Напряжение... Тут проседает... Пока доходит... Так... Может... Там... 18-17 Ватт... И... Может... Не 5 Ампер... Там... 4... 5 Ампер... И... Лампа горит... На каких... 60 Ватт... Допустим... Или... 70 Ватт... Получается... КПД... Где-то... 60-70... Вот... Покажу... Как она горит... Частота... 800 кГц... 800 с чем-то... И вот... Бонус... Еще... Вот... Лампа горит... Вот... Два в одном... Ионизаторы... Ионизаторы... Пусть идет спать... Сцепился контакт... Пока пусть расскажет, что я тут сделаю. Вот я поставил диод запорочный, где в затворе диод 10 Ом резистора. На камере ничего не видно. Вот стоит черный диод. Стоит ОФ4007. Тысяча вольт, один ампер, кажется. И пятьдесят наносит он скорость. Теперь вроде бы действительно тринейстор меньше греется. И еще поставил между стоком и эмитером и стоком два диода. Один ОФ5... Ой, один СФ24, 35 нс, 200 вольт. И, кажется, это 6... И сколько-то ампер, не помню. Второй тоже 1,2 ампера, кажется. И там какой-то тоже 400 нс, кажется. И тоже 200 вольт. Вот они два в параллель запаяны. Диод в затворе нужен, чтобы параллельный резистор 10 Ом, чтобы быстрее закрывался транзистор. А те диоды нужны, чтобы не грели внутренние диоды. А грелись эти наружные диоды. По-моему, тоже спустят что-то. А то у меня греет вот этот 3,2,0,5 транзистор не поставлю. Вообще-то он на 55 вольт, поэтому нужно диоды на 50 вольт ставить, либо на 30. Но просто я не нашел такого диода. Я хотел на 50, конечно, поставить. И где-то тут резонансный конденсатор упал. У меня вот это все упало. Но без него работает. Горит 220 вольт. 100 с чем-то ватт ламп. 116 ватт лампа. В разрыве заземления. И я еще плюс заземлю. И вот плюс идет тоже на землю. Тогда минус не кусается и плюс не кусается. И раньше, если минус заземлится, тогда плюс кусается. Тоиск олетет. И graves быть. Нет. И нам нужно свburит. И праст甚麼s цен будет. Тоиск олетет все на наиболее. 4 ампера потребляем. Если вкрутить лампу 53 ватт, она должна очень ярко загореться. Вкрутить лампу 53 ватт. Что теперь втонка пропало, потребление упало. Потребление 2,3 ампера или 2,5 ампера. Ламп поярче горит. Нужно построить, чтобы оно еще ярче горело. Не особо яркость повышается. Решается только потребление ватт. Как-то странно, такими пульсациями, как не главное, яркость увеличивается. Транзистом горячий установлен. Может особо там как бы этот диод ничего не повлияли. Мне показалось просто. Но все равно может закрывается немножко быстрее. Вообще-то 2 Ом можно поставить и не парить. Уже тут резонансные конденсаторы. Если землю напрямую подключить, нужно втонку очень сильно вылезть. Какие в основы-то маленькие блоки в воду, как и в основу-то пять. Подключить молчать. Их интересно прощало, как я иду, так как я. Так, я иду на vérерии. Как, Я иду, как я иду, так. Вот, так, так, а, потому что такое сильное употребление. Вот мне чисто тут подкорректировалось. Он потребляет где-то 6-5 ампер. Он быстро, быстро, горячее становится. Все, защита ушла. Таня, нужно теперь из розетки вытащить и снова ставить. Так. Сейчас тут следовало бы тоже теплым внутренним. Тупо холодное все. Следовало бы тут резонансный конденсатор лить. Или другой поставил. У меня второй такой есть. Поставил резонансный конденсатор и в разрыве лампочку поставил. Это моя отвертка, которая смазывает. Максимально яркость подключена. Вот. 53 мА. Где-то 4,9 ампера потребляем. Я теперь поставил эту антенну. Теперь. Так. Частота. Наверное не важно какая какая. Частота. Теперь. 3 ампера будет потреблять. 3 ампера и 19 вольт где-то 60 ватт и лампа 53 ватт будет где-то на весь накал. Тогда где-то будет 80-90 процентов. Теперь как добавилась на тену, теперь уже дальше четверти волны где-то 1 восьмая волны 1 шестая и поэтому теперь меньше на излучение идет, поэтому выше КПД. Еще на переключение меньше потерь, так как ниже частоты. Нет, на весь накал он все-таки не горит, наверное. Тут может на весь накал быть, но потребление конечно. 5 ампера, КПД не хороший, малый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас сама приближает к камере. Включу. 116 мат. Посмотрим, что. Продолжение следует. Вот тут. Сама приблизила. Вот тут где-то ярко. Самая. Самая большая. Потребление 6 ампер. Сыр горячий, конечно. Сколько там мольк? Интересно. Ну, допустим, 15. Вот. Вот это где-то 50 процентов. Может так, потому что там не 15, а 18. Вот. Еще вот тут конденсатор стоит. 13 нанофарад. Раньше стоял другой. 100 нанофарад. Маленькие токи держал. Он там расплавился, закоротился и его выкинуть пришлось. Вот что из него получилось. Вот эта вот помпура выросла. Я ему ножки обрезал. Буду их использовать потом. Для запасов деталей. Для запасов деталей. У него уже там 2 кОм показывает сопротивление. Так что он попортился. Вот таким делом. Мой подчеркнул. Компьютер запустился сам. Все. Мой питание, защиту ушел. Но он запускается. Вот. Здесь. Вот этот импульс запустился. Он запустился. Вот. 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 Вот.